Пророчество Нострадамуса, предвидение Евгения Гусева 141 Катрен От Духа Святого приходит урок. И слову небес будут люди служить, Пророчества выйдут в назначенный срок, И злоба исчезнет, добру только жить. О вечном наследстве небесное слово Дадут на земле Сыны Бога Живого, Пророчествам дни начинаний полны. Огонь же небесный сильнее войны. Большие пророчества, срок без обмана, А значит, кончину эпохи тирана. Грядет окончание раздоров и бед, Вступает в работу о вечном. Завет. Кто-то с испугом услышит завет, Но разум укажет, ошибки тут нет. Слово от Бога дал новый король, Он в трудностях жизни познал свою роль. Губитель земли. Как ты будешь бояться? Ведь ангел рожден, чтоб с тобой рассчитаться. Пророчества древние вышли в подмогу. Помощь от друга, примкнувшего к Богу. Он будет украшен упреком обильным. Зато кто-то слабый стал духом всесильным. Голод духовный. В законе упадок. В пророчествах дам соблюден весь порядок. Как ясно звучит из строки завещания, У детища этого нет окончания. Вестник приходит и жизнь изменяет. Открытое раньше ему помогает. Во времени этом посланник вещает. Простым объяснением раздор прекращает. В России великой потомок безродный Пророческий путь начал свой благородный. По воле небес и пришедшего срока Допущен наследник наследства пророка. Славяне, как верные духа сыны, Пьяне и отчасти завету верны. Наследник пророка в работу вошел И правильно ключ расшифровки нашел. Он первый, кто правду времен говорит, И радости полон, и сердцем горит. С неба раздастся пророчество плач, Готовя решение хитрых задач, А судьи решат, что какой-то чудак, Просто резвязь забавляется так. Посол продолжает, что начал старик, И скоро взволнованно вырвется крик. Пророчество миру даст истинный сын, Покажет, где правда, где запах трясин. Пророк людям тайную помощь окажет, И прямо с порога о деле расскажет, Спасется, кто сможет опасность понять, И слову небесному трепетно внять. Открыто расскажет, взошедший король, Условия мира и к Богу пароль. Сроки предвидений все сочтены, Надежда есть путь для любой стороны. Вот если избранник секретов боится, И если духовно он не возродится, То слово от Бога впустую пришло, И будет тогда на земле тяжело. Что миру открылось, есть небо, цветы, И в смертности нету какой-то нужды. Что было сокрыто, теперь будет ясно, Пророки приходят, как станет опасно. Победа пророчества землю спасает, И слово наследника мир потрясает. Он главный судья, он народ не обманет, А книга покойного собранной станет. Вестник испытан, но в тайне пока. Выводы сделал с прочтя старика. Правда откроется? Да, мы двуликой. Связан старик с этой девой великой. В чтении успех, содержание раскрыто, Увидено в книге, что было сокрыто. Там прятались данные сына пророка, Чтобы не был отслежен он ранее срока. Пророки приходят, как вера в упадки, Грабеж, игрушения, кругом беспорядки, Жестокий закон, он с гордынью связан, Слабый, унижен, а зверь не наказан. Притча гласит о великих делах. Люди, не ссорьтесь, не делайте страх. Правнук все хитрые строки изучит, И старая притча вид новый получит. Откроется книга, всплывет и обман. Обманщик, как сможет, напустит туман, Но правнук разрушенный лагерь пленит, И ясным пером все про жизнь объяснит. С опекой висталок война замирает, Слияние дам беды все покоряет, Конец и начало, оракул возвышен, Теперь он из прошлого многими слышен. Два смысла, поминки и свадьбы представил, Войну усыпляет, а праздник оставил. Дама, народ, сатана почти скован, Завет всеми принят и всем растолкован. Не будет рожден аппарат управления, Заропчат развратные, шум, оскорбления, Даме предложат престол и без спора, Выбор, укрытие, чистка и ссора. Пророчество слабнет в своем недостатке, Но вдруг обнаружится в полном порядке. В России столь громкими будут стихи, Хозяин их эти дни нелегки. Пророческий голос потомка другого Вызовет за морем ярость больного, Слово живет, горит шапка на воре, Главом бежать через открытое море. Вера была. Значит быть и надежде, А зло губит зло, убивая как прежде. Кто правильно внял, забывает о горе, Князья ж меж собою давно уже в ссоре. Бывает, что люди пустые создания, Но начался штурм на границе сознания. Кто-то послание прочтет и завоет, Другой же в пророчестве чудо откроет. Напрасной поддержке, неправде конец, А божьему слову присужден венец. Слабеет враждебное вернапряжение, Монарху развязано дальше движение. Истинный слог людям дух развязал, Сложности эпохи терпеть указал, Меньше уж дел люди всем управляют, Веры единую суть обновляют. Силу любви примет поздняя дама, Уйдет от известности, шума и гам, А вестник великий не хочет на трон. Угроз людям власти не сделает он. Древний возвышен. Союзы, веселье, враг же не спит, И творит мертвое зелье. Каверзный слух или сплетня пускается, Светом небесным то зло разрушается. Запад послание про честь не заводит, Священник замрем, поежливей будет, Слово огонь, скажет там обыватель, Поднят трофей, как просил зачинатель. Дамам уж нету нужды обучать, Народ уже понял, как счастье начать, Пророки растут, ясновидящих много, Радость, союз и забота от Бога. В книге старинная трава гнездится, И надо бы заново к книге родиться. Вернуться стихи будет легкой рука, Кто в споре с пророком, Тих жизнь нелегка. А вести родится различное мнение. Ведь секты напустят туманы, сомнения. Из этих различных родится завету. Смерть всему старому, спора тут нету. Вестник встречается, словно король. Узнан от Бога сердечный пароль. Весть коронована, в злобе конец, Скромнее плача уменеет гордец. Труд. Но славянами принят завет. Прамнуков начал приманивать свет. Из бранников срок загорелась душа. Огмием восстал. Дело жизни верша. Из дома завета опасность видна. На западе панику сеет она. Буря и злоба. Их ум возмущен. Вестником яростный зверь укращен. Открылось пророчество в мире тогда. Такого не видел никто никогда. Почет, уважение в любой стороне. Признан посол и в восточной стороне. Увиден старик и пророчество платит. Суть интересная и многих захватит. Открытый рассказчик сказал уже много. Упорный насмешник. Все дальше от Бога. Славяне приблизились быстро к завету. Чего опасались, того-то и нету. Нет и опасности новой беды. Много живой лишь во взятом воды. Суть изменений случится внутри. Не принцев по крови. Наследников три. Сокрытый один даст от Бога завет. И люди увидят, в чем истинный свет. Вершатся дела. И завет возродился. Посланник от Бога планете открылся. Голос невеждом кричать не сорвется. Хитростью мира он все же добьется. От радостной вести война прекратится. А церковь взбунтуется, возмутится. Трое наследников молча стараются. Нету войны. Люди все улыбаются. В работе пророческий сборник основ. Готовится мир человеческих снов. Строка, что пугает, изменит значение. И будет финал. И придет облегчение. Отставки конец. Восстановлен пророк. Вырвался свет в установленный срок. Мир без оружия требует весть. Жить в нем любой посчитал бы за честь. Скажут избраннику. Ты хоть умри, но чудо, чтобы нам поглазеть, сотвори. Отказа на всем. И служители злобы выскажут все из звериной утробы. Оценка тех древних была неверна. Надежда от истины ныне дана. Но к старому кто-то решит повернуть. И рушить предложенный Господом путь. Расторгнут завет будет ста неупавших. Погубит судьба против Бога восставших. Не станет подкопленным вестник пророк. И добрый союз образуется в срок. Растягивать миг начинаний не стоит. От вести полмира в огневе завоет. Но всем справедливым великая честь. Другие полмира зажгла небо весть. Злоба и ненависти в мире разлиты. Земные религии Богом побиты. И ложный закон оказался не нужен. Небесный посол на земле обнаружен. Пророчества древние быстро забудут. Строки двух дам люди сравнивать будут. Слово отца в исполнении очнется. Падение, взлет и хозяин вернется. Важный великий не будет обманут. Работники света владыками станут. Не сразу узнают небесные строки. Но огми и древний не ведают склоки. Заповедь! Строк возрастает значение. Всем угнетенным неся облегчение. Убита беда неземными словами. Великий старик он сегодня не с нами. Вернулся почет, но забвение придет. Ведь вестник-спаситель его превзойдет. Унижен король от больного народа. Волнуется небо от трудного года. Ведь радость никак гордеца не находит. Великий держись. Время шуток проходит. Скрытно прибудет надежда несущий. Дама изложит закон вездесущий. Вне храма злобы. Тут вестник от Бога. На сказку, хотя все похоже, немного. Пророчество видно. И грязное слово. Истинный сын оскорблен от больного. Новость от мудрого к людям несется. Только невежда пока что смеется. Исчезли друзья. Отсевается шелак. Враги торжествуют. Все больше атак. Дама на райских полях оказалась. Зерен же много в камнях потерялась. Из прошлого рвется живая строка. Но вся атмосфера земли нелегка. Великих печалит событий весь ход. Но счастье завета придет в этот год. Звери в итоге напуганы крахом. Лица невежд перекошены страхом. Пророк-то выходит ученей всего. Но низкоупавший не любит его. Старик воскрешен. И теперь очевиден. Хотя удаляясь, был более виден. Пророчество вышло из древней могилы. Всю мощь отдавая носителю силы. Стихи перемешаны все как шарада. Но скоро расставят их дети как надо. Хоть и осмеянных юный привет, Наследники истины выйдут на свет. Злоба не даст урожая на ветке. Уже за грехи наказания редки. В радости, в горе проходит учение, Чтоб не случилось беды и возвращение. Желание добра в мире осуществится. Любовь и согласие в жизнь воплотится. Только гордец хочет жить, как и прежде. Чиновник в упадке, А люди в надежде. Божь не достигнет большого финала. Народу душа ведь законы признала. Найден старик, раньше низко стоящий. Ум поражен его речью палящей. Взволнованы темные жизненные драмы. А люди довольны сегодняшней дамой. Не выдержит небо торговлю, поверьте. Вопрос-то стоит ведь о жизни и смерти. Древний зовет на движение честно. Но для невежды все то бесполезно. Зло свое в слове они не заметят. И только в беде помощь Бога приметят. Слово туманно. Нестойко, уныло. Может, утихнет и будет, как было. С заветом нам денег своих не умножить. И скажет гордец. Божью весть уничтожить. Знамения страхи заставят пригнуться. Земные губители все содрогнутся. Отринута, раз им из жизни опора. Злоба им тяжко аукнется скоро. Право оракулу небом дано. Мир и добро победят все равно. Больше бы умножились мудрые фразы. Жизнь освещала бы эти рассказы. Воинам духа спокойствия нет. И вдруг показался за дамами свет. Увидев грядущее в славной судьбе, останут все люди работать в себе. Пророчества выйдут в указанном праве. И снова окажутся в верном составе. Все больше доверия будет пророку. В обществе люди сольются ко сроку. На землю от новой эпохи посланник. Он к жизни привычен. Он бога избранник. И он не ответит на пение ворон. Но с ним не согласен вороний закон. Знание дел даст и духу движение. Люди почувствуют боль, напряжение. Где яд вережется, там радость найдут. И все без беды через пропасть пройдут. Отвести небесный паник сатана. Сроки из прошлого видит страна. Но сняты доспехи, старик уже спит. А искры небесные. Жизнь окропит. Оружие света творение пророка. Чтоб каждый губитель прочел бы до срока. Хоть и пресказано мало совсем. Скорее бегите. Трубите же всем. Столько заветов судьбой дано. Мирозаступник в нем ходит давно. Ярости крови здесь не было. Чтобы раскаяния позднее. Повод для злобы. Приблизится смерть из-за злой языка. Дева ту жатву уменьшит слегка. Упрямцы же девы желают убить. Судьбе разрешая себя погубить. В трауре жизнь. И беда на планете. Знамение смерти случилось на свете. Дай мне жить. Во всем мире разброд. В жизни же будет все наоборот. Бой меж попов и князей неспроста. Готовы загрызть из-за трона Христа. Смерти растут в расфуфыренной своре. Гниль умирает в чумном договоре. Дама трепещущим чудом полна. Друзья снова рядом. Развязка видна. Случай беды объяснился вполне. Зло из-за зла умирает в войне. Падший наказанный будет судьбой. Надпись на мраморе смерти гурьбой. Злобный, глухой уж во власть не прорвется. Тут-то война внутри зла и начнется. Бедостряку? Все похоже на сон? Всем все понятно? Посол не смущен? Открытый старик прекращен изучаться. Дальнейшей работе теперь уменьшаться. Добрый устал соглашать, доверяться. Смерть и прилад вместе не сговорятся. Власти смутят предсказания света. Люди от духа получат в то лето. В словах старика всеми виделось злое. Завид же посла, мир ударит другое. Падший прибольно при этом споткнется. Узнан старик. Но он не признается. Новость несчастья пророчит сама. Не всем. А лишь тем, кого водят чума. Избранники божьи на смену придут. Великие тайны о жизни найдут. Смерть смертью жалят. Войну приведут. Но к людям заветы со злом не дойдут. Погибнет навеки вся злобная стать. Время пришло полуспящим восстать. Банкротом, имеющим волчью лишь пасть. Чиновникам, высшим, придется упасть. Власть их закона народом забыта. Но никому была дверь не закрыта. Год високосный. Греховные страсти. Князья и чиновники спорят о власти. Гибнуть стадам. Царь меняет обитель. Народ угнетен. И не виден спаситель. Распре полно. Предсказателей много. И не дрочуна мудрой мысли от Бога. Слово не время. Завету потеря. Посланник сокрыт. Закрывает все двери. Скандалы кругом. Звери тянутся к ссоре. Век обновленный. Три веры в раздоре. Нету согласия. И мира нет тоже. Богу пора бы вмешаться, похоже. Увидят, как люди во власти грызутся. В них только злоба. И смертью живутся. Волнение растет. И растет напряжение. Народные мечты принося унижения. Законы увяли. Но божья основа волнуя людей открывается снова. Против властей. Против черных масти. Указом их скоро остаться без власти. Зараза кругом. Кто-то встанет на срок. И снова о спорах поет ветерок. Идут затопления. Страдают народы. Но все же господ ожидает невзгоды. На слава небес суждено указать. И трое религий начнут угасать. Пророчество явится. Дать им урок. Для Адамы забвение кончается срок. Спасибо князьям, что так в мире опасно. И с неба совет людям дан не напрасно. А церкви, князей, весь народ раздражен. Но близок уж тот, кем еще не было. Близок пророк. И чума у коров. Кто небу не верит, не будет здоров. Доктор был послан, чтобы сделать начало. Приманка. Ловушка. И весть зазвучала. Шумный скандал вокруг вести завился. На бога весь незменный мир обозлился. Вестник спасется под толщу укрытий. От двух теперь дам есть картина событий. Инфекция гнойная вылится. Рада в слове людей, кто служители ада. Бог лишь живым указал свою дверь. Но надо послопосаться теперь. Посланник великий от шума устанет. Чума отойдет, но другая восстанет. Из слова ара кто-то страхи внушает. Вреды сатаны весь народ приглашает. Я растеряет, кто бога постигнет. Завет возрастает. А прошлое гибнет. Не быть полумером, слабеть напряжению. Шагая по жизни, идя к просвещению. Труднее этот год, чем был год предыдущий. Для вести, для церкви, без бога идущей. Разрука и ссоры. Как правило, зря. Но тьма отойдет и займется зря. Сияют дела и открытие основа. У вестника радость. Не спит, бога слово. Успехи растут, но и зависти много. Противник желает иного итога. Идет меж чиновников спор и сражения. Истинный сын вызвал их раздражение. Все добрые злобу тьмы вызывают. Основы в борьбе изучения желают. Где нету завета, жить будет опасно. И вестник небес говорит очень ясно. Счастью не быть. По такой гордыне и беды там будут все чаще отныне. Слово живет. Злоба давит друг друга. От друга день часто становится туго. Божий закон. Невозможно оспорить. Расплатится тот, кто людей будет ссорить. Трудно народу от этого гамма, Которую строила древняя дама. Кончает работу Мишель Нотр-Дам. На свет выводя ныне видимых дам. Мужчина и женщина. Оба безвестные. Жизнь их в опасности, раз они честные. Злоба на них из-за смелых затей. Влиять они смогут на волю властей. Взрывной материал. Великий раскрыт. Хранить его надо, чтобы не был убит. Преступник обор он смертью накажет. Заповедь Божья всем это же скажет. Духовных успехов в достатке не видно. Прощения нет. Вот что очень обидно. И много еще в сути Мстительных стычек. И многие гибнут От грязных привычек. Ни сути, ни дел, А одни разговоры. От слова небес между знатными споры. Временные все. Не оставят и следа, Но знатные отступят. Бродяги победа. Все изменилось. И тайны открыты. Уж меньше страданий, И смерти забыты. Даты пророка народами признаны. Кто их не принял, Те станут безжизненны. Вестник великим себя не считает. Увидена правда. Беда погибает. И кто что посеял, То той получит. А Бог все прощать. И терпению учит. Терпеть и прощать На судьбу повлияет. Безвестные дамы народ удивляет. Игры счастья. Энергии много. Русские первыми вкусят от Бога. Падение власти От праведной вести. Чиновникам веры, лишения чести. Отвести церквам будет очень обидно, Что в их руководстве умов-то не видно. Потерям, лишениям в церквах не уняться. Разглавное у них – это лбом поклоняться. Две веры утратят и честь, и значение, Ведь внешняя служба и есть преступление. У пары религий утраты не счесть. Но все обернуто несловно за честь. Слухи распустят, что весть нечиста. Зависть их ест, его уме слепота. Религия слуг своих вмиг потеряет, Ведь их стремления не разделяет, Свестью на ссору людей поведут. За это их при смерти многих найдут. Спокойствие и доброта у славян, И имя не найден в завете изъян, Преступникам будет впоследствии стыдно, Ведь им за неверие счастья не видно. В раздоре основы растет неприязнь, Но старым порядком предписана казнь, На западе рана от вести сильна, Но кое-кому все ж поможет она. Удачи все больше, ведь силы от неба. Хорош урожай от духовного хлеба, В дело святое включился восток. Зверю беда, бедным жизни росток. Словесной чумой от многих смердит, Но весть без войны ту чуму победит. Трудно великим от старых основ, Но все равно впереди сын-сынов. Словяне добреют и видят итоги, И многие жизнь утверждают, как боги. Но есть еще те, кто никак не постигнут, Что взявшие меч от меча и погибнут. Древнейшая дама раздор прекращает, Наследникам хитрость свою завещает, Новый хитрец превзошел старика. Победа все крепнет уже на века. Разруха жила лишь до вести признания, К славянам почти половина послания. Великий среди них не увидит преграды, Преступникам разным тот будут не рады. А кто-то все ищет в себе оправданий, И трудно отходит от грязных желаний. Религия в шоке, свой бред оставляют, Славян победителей все поздравляют. Менее важному время сбываться, Но разом с душой часто стал торговаться. В пророчествах сверху все больше плохое, На деле же выйдет славянам другое. В преступных кругах тоже шум раздается, Что вечное царство страданием берется, И скажет им бог, жертвуй телом смелее, Хоть будут бояться, но вечность милее. Летит упреждение невеждам увядшим, Что в будущем нету пути людям падшим. Любовь и посланник напомнят основы, Пророчества снимут с народа оковы. Славяне стремятся исполнить завет, Из прошлого в помощь пророчества свет. Навечно союз там возникнет великий, И, каясь, войдут в него пара религий. Церковникам слово отца не подходит, Но дело небес по-другому не входит, Не может священство дар Бога принять. Посла от добра надо сердцем понять, Слово от Бога на землю дано. Великим славянам все скажет оно, Что скрыто, поставлено будет на суд. Две дамы-союзницы мир принесут. Наследство, что найдено, сын, береги. Чиновник и вестник в России враги. В уме от испугу у власти темно, И слово небес будет угнетено. Все ближе опасность к вождям молодым. Завет возродить предначертанный им. Чиновник готов с Божьей вестью подраться. Сокровище в том, чего власть боится. Будет отправлен во тьму тайный враг. Послы от Создателя сделают так. Истинный ключ будет выдан славянам. На все времена, всем потомкам, землянам. Очнувшийся вождь совершенства познает. Ссоры и ужасы он побеждает. Пророчества древние будут уместны. А все заблуждения станут известны. Посланники ставят заветную власть. Везде загорается к истине страсть. Славянскому шириться в мире влиянию. Все дальше лететь основному посланию. Пророк из посольства закончил дорогу. И завтра домой он отправится к Богу. Там родичи, братья. Но кроме того, Москва в свое время увидит его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok